вечерочек ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры и сегодня нас ждет игра под названием love choice выбор любви а все почему а потому что сегодня 14 февраля день всех влюбленных я поздравляю тебя и твою вторую половинку а ты поздравь меня лайком под этим видео так что давай проведем этот вечер в компании друг друга и этой интересной игры как у нас есть выбор любовь игра любовь расстояние и любовь расследование давай самое первое выберем посмотрим что это такое я разработчик игр сегодня проходит game jam это такое мероприятие в игровой индустрии участникам game jam и дает 48 часов на создание игры на определенную тему иногда тебе везет и ты попадаешь команду с девчонками но в нашей команде их не было джем начинается в пятницу днем большинство команду будут весь вечер придумать свои игры у нас в команде все шло прекрасно мы уже определились основной идеи игры я решил передохнуть и пересмотреть и посмотреть как идут дела у остальных это еще не нажимаете ничего это кстати заметил как перешла сразу изменю музыка перешла в игру она вообще не изменилась надо ее потише поэтому сделать и тут я заметил ее она была в соседней команде я застал их посреди жаркого спора кто-то из ее товарищей сказал давайте сделаем перерыв и обсудим все на свежую голову все повставали со стульев и разошлись по своим делам лишь она осталась что-то записывать это мой шанс не заговорить подумал я я поправил прическу и одежду и вооружился своей лучшей улыбкой затем я подошел к ней стараясь вести себя как можно естественней привет я три икса давай дружить хочу расскажу про игру которую мы придумали так и да в эта игра это прям выбор понял это прям выбор как раз выбор любви да то есть мы должны как-то правильно все выбирать ну папа по наитию то есть ну странно что он подойдет скажет расскажи про игру которую мы придумали то есть ну ты свою команду подставляешь друг не давай просто подружимся с ней и она была неловко но все же она вежливо представилась привет я 3-го 3-го и 3-кс а вот так будем называть их когда game jam закончится я нашел ее через его группу в вич сначала было немного неловко но скоро мы нашли общий язык и стали друзьями по переписке делясь своими чувствами и секретами я не стал приди призером в том game jamie но мои друзья говорили что я все равно победил и да не могу пооспорить мне очень повезло что мы познакомились прошло две недели мы переписывались через вич от и а я все думал как бы пригласить ее на свидание может сходить в кино и где-нибудь поужинать начальник не сегодня такой устроил я сделала что он просил не понимаю почему во всем меня во всем обвинили а я не могу нажать на twitter а могу нажать на twitter прикол а классно так приготовить приготовила поесть я героиня приготовила поесть как же я давно не готовила чуть не забыла как это вообще делается один месяц назад писала 5 эпизодов за раз держите netflix от меня подальше все выходные писала и рисовала познавательный день наконец-то нашла кота мечты и купила нинджи гоку свич довольная жаль сейчас не пишут письма это так романтично не надо тосливо сегодня как раз такой день грустный котик а вместо леса чего-нибудь написать так что я напишу проспала весь день после бессонной ночи а потом а потом пойду в хого сычуани а идеально надо сходить это какой-то видимо фильм давай теперь начальник себя это делают может вы просто друг друга не поняли давай начальники всегда так делают они же вообще хрен пойми что они себя ведут иногда чересчур плохо и ты берешь ответственность за свои за его ошибки так всегда бывает то начальник пользуется своей властью нет смысла тратить нервы и злиться и это еще не все никто из коллег не стал вмешиваться какая преданность кстати у меня очень странный аватар у нее то вроде как она а у меня как будто анонимны никто не хочет злить начальника они могли просто не знать как все было на самом деле оправдаем их или не оправдаем давай оправдаем наверное нет они не хотят за нее все боятся начальники вот они такие все боятся никому не хочется спорить начальникам людям нужно на что-то жить все равно обидно не хочешь погулять на выходных прям сходу без выбора отвечай быстрей а уверен мы хорошо проведем время давай это переписка не ускоряется можно сходить может сходим в кино стальной человек боевик избалованная девчонкам избалованным девчонкам связло романтическая комедия проклятие фильм ужасов шерлок холм скотт детектив от понял мы посмотрели ее твиттер мы знаем что она хочет шерлок холм скотт да идем на шерлока холм скотт давай сходим на него должно быть интересно ага обожаю шерлока холм скота я прочитала все новеллы про него как же я жду этот фильм давай сходим увидимся на выходных видишь это уля несет так просто билет в кино не уже купил думаю теперь стоит выбрать какой-нибудь крутой ресторан возле кинотеатра собираясь на свидание нужно быть готовым ко всему я постараюсь найти только ресторанов сколько смогу мини-игра челкайте по хорошим рестораном чтобы добавить их в избранное избегайте плохих подготовьтесь к своему первому свиданию играть так опа хороший схватил а неплохо мне нравится давай еще а все пошло а они так и будут по чуть-чуть падать но это легко лайк лайк все добавляем в избранное пять звезд а тут может быть что будет подстава не пять звезд во 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 подожди подожди за слишком быстро оп что происходит а вот это я люблю вот это интересная игра я слежу нет нет не там зачем ты поднимаешь шляпу не мешай как это не то все там чего мне дурить и видишь шляпа поднялась а там ничего не было хотя она оказалась в итоге там я запоминаю шляпы я запоминаю шляпу а а там что-то сплыло я не смотрел вот это что что за уведомление было 2 вы че издеваетесь а так а а а не отвлекайте меня не отвлекайте меня не отвлекайте меня не отвлекайте меня так прекратите пожалуйста прекратите приха остановитесь вы куда остановитесь все супер это было невероятно сложно еще вот эти вот какие-то уведомления всплывают я на должна обратил внимание или понял там осел или кто я могу найти больше сыграть еще раз думаю этого хватит до 11 вариантов этого мне кажется много хватит мастер гурман любовь игра наконец настал день свидания а уже конец фильма не ускоряется целы целуешь ее нет мы еще ни разу не сидели так близко и я ничего не мог с собой поделать волновался я все твердил себе спокойно просто смотри кино фильм подошел концу все ушли мы остались в зале одни вроде бы неплохой фильм а это он говорит вроде бы неплохой фильм отличный правда в оригинале было не так но я вижу что автор вложил в этот в этом фильм душу и постарался сделать его похожим пусть и по-своему она повернулась чем займемся дальше я знаю хороший ресторан неподалеку так подожди а я же не смотрел что это за рестораны ого сычуаня китайский дим сам кухни юго-восточной азии суши она написала про хого сычуаня здорово как-то знал что я люблю хого сычуаня а я твой twitter смотрел идеальное свидание конечно вы что они идут по млечному пути смотри а луна свет окрашивал ее черты серебром я смотрел на нее и слышал стук собственного сердца мы все больше сбежи сближались друг с другом нам даже разговаривать было не нужно мы понимали друг друга без слов что тут еще сказать наверное ничего ты мне нравишься можно взять тебе за руку она такая красивая так подожди а подожди у нас получается мы сходили кино и очень понравилось и сходили в ресторан и очень понравилось целом в целом понятно что нам нравится ходить вокруг да около говорить было про луну ну такое да можно за тебя за руку вот это как-то интересней этой дети чем ты мне нравишься мне кажется давай можно взять тебя за руку она возможно смутиться и возможно это не понравится она будет она будет себя неловко чувствовать но какой-то эффект да то есть какое-то телесное касание вот туда то есть ну давай возьмем взять за руку это ночью мы влюбились друг друга ну все все правильно только не понял на ли они все-таки взялись она просто промычала много общались всегда говорили о вещах которые интересны нам обоим нам очень хотелось узнать друг друга еще лучше заглянуть самое сердце мне пора говорит парень пока расстроена отвечает девушка трио это что такое это что почему вы ругаетесь что это происходит да и зачем вы это делаете это это нельзя делать а можно не буду нажимать на эти варианты это видео какая-то брань но я ничего с этим не могу сделать они идут я могу вас остудить ребят прекращать а что и прекратили молодцы тут очень приятная музыка я читал стиме что тут хороший саундтрек терпимость любовь игра она по-прежнему любила рассказывать мне о своих повседневных проблемах мне кажется такая умная девушка должна сама разбираться с этими мелочами а они ее всегда расстраивают начальник мне сегодня такое устроил я сделала что он просил не понимаю почему меня во всем обвинили начальник если так делают может вы просто друг друга не поняли а почему все снова повторяется давай опять начальники так я делаю если мы скажем может вы просто друг друга не поняли В целом, такое тоже может быть Но как будто я принижаю ее Да, то есть Не начальник дурачок, а ты дурачок Вот так получается Но мы просто будем ее поддерживать Давай, начальники все так делают Твой начальник пользуется своей властью И ты берешь ответственность за его ошибки Так всегда бывает Нет смысла тратить нервы и злиться И это еще не все Никто из коллег не стал вмешиваться Ну, повторяем то же дело Какая преданность Никто не хочет А пусть будет тот же самый диалог Никому не хочется спорить с начальником Людям нужно на что-то жить Она промолчала Когда вы живете вместе Начинайте видеть недостатки, которых не замечали В парах всегда возникают проблемы Либо она уступает, либо я Третьего не дано, да? Когда я пришел с работы Она смотрела свой любимый корейский сериал Можем мусор собрать Он же пришел с работы, нужно чтобы чисто было Повсюду валялись коробки из-под еды и прочий мусор Я так устал, что просто сделал вид, что ничего не заметил О боже, похоже, убираться придется мне Смотри, тут тоже, как бы, такой двоякий вариант Я так устал Просто сделал вид, что ничего не заметил Тут и от интонации зависит, понимаешь? О боже, похоже, убираться придется мне Если без уборки, типа Похоже, время уборки Ну то есть вот так это нормально звучит Ты ее не обидишь Ну время убрать надо А Ну не будем ее Я даже, слушай, я не знаю Ну я устал Серьезно, я так устал Уберем завтра Давай просто уберем завтра Устали Время так быстро летит С нашего знакомства прошло уже целых три года Ничего себе игра летит на туре Три года назад мы познакомились на гейм-джеме Кстати, я пару раз замечала, как ты на меня смотрел Еще до того, как заговорил со мной Заговорил Если честно, сначала мне было немного неловко Наверное, тебе стоило вести себя более естественно Потом мы стали общаться в чате Постепенно я начал общаться с тобой больше всего Помнишь наше первое свидание? Мы посмотрели мой любимый фильм А потом ты приготовил для меня ужин в Хогу Я и подумать не могла, что ты так подготовишься Это было так мило Помнишь, как мы в первый раз взялись за руки? Я чувствовала, что в такую прекрасную ночь Слова бы все только испортили Но он же все равно спросил Потом у нас было много времени, чтобы узнать друг друга получше Мы обсуждали наши общие увлечения Делились всем, что приходило нам в головы Но наши беседы были слишком поверхностными Мне всегда хотелось рассказать тебе самое сокровенное Нам было хорошо вместе, но иногда мы все-таки ссорились К счастью, мы всегда умели прощать Благодаря этим ссорам мы лишь лучше узнавали друг друга Я надеюсь, ты всегда будешь таким же хорошим слушателем Наверное, не стоило мне так из-за них расстраиваться Ведь я знала, что могу с ними справиться Из-за вот этих вот странных цветовых решений Не понимаешь, это говорит она или он Или автор Рассказчик Но все-таки мне хотелось, чтобы ты меня высушил Разделил мои чувства Я хочу, чтобы ты знал Мне нужно нечто большее, чем холодный совет О том, как относиться к работе А там нормальных выберентов-то не было Либо все плохие, либо ты что-то не сообразила Мы не идеальны Я считаю, что ни ты, ни я не должны делать односторонние уступки Такие отношения не ведут ни к чему хорошему Иногда мне жутко хочется, чтобы ты Ко мне Чтобы ты был ко мне не так строг Она ушла? Тебя не испугало мое неожиданное письмо? Я раньше никогда вот так не делилась своими чувствами И это будет первый и последний раз Мне жаль Но у нас ничего не получится Но я не жалею о наших отношениях Я ведь Я многому научилась Всего тебе наилучшего И прощай Чего? У нас же было У нас же было идеальное свидание Ты чё? Давай, любовь Расстояние Смотри, я как предлагаю То есть там варианты концовок Есть вроде как хорошие Это у нас сейчас была плохая То есть чё-то мы не доделали Я предлагаю пройти по всем Посмотреть, чё там вообще есть Потому что это, видимо, разные вообще истории И тогда, если что, уже будем Пытаться делать хорошие концовки Что-что? Сначала я не хочу получить как минимум Две концовки в эпизоде Любовь Почему не помещается вести? Любовь, игра А, ну видишь, вариантов нет Давай по-другому К ней подойдём Я не думал, что игра будет настолько нас Крутить По новой Это прям День сурка Хочешь расскажу про игру, которую мы придумали Явно было неловко Но она всё-таки согласилась Послушать про нашу игру Ну, неплохая идея Просто особо даже выборов нет Ну, всё то же самое Всё то же самое Или секретами не стал призёром Могу поспорить Прошлой неделе И всё Она про начальника говорит Блин, а что мне выбирать? Может, вы просто друг друга не поняли Давай вот так И это ещё не всё Сейчас я тебе Скажу про Никто не хотел злить начальника Давай вот так Мне нужна вторая концовка Чтобы она не уходила Давай наоборот сделаем Давай Поведём её на ужасы Я люблю ужасы Пойдём на ужасы Давай Проклятие Фильм ужасов Давай вспомним на него Должно быть интересно Она скажет Сейчас не люблю ужасы Хорошо Согласилась Увидимся на выходных И не пойдём мы с ней В тот ресторан Который она хотела Возле кинотеатра Собираясь на свидание Нужно быть готовым Ко всему Я уже нашёл Несколько приличных мест Думаю, какое-то из них Нам подойдёт Давай пропустим мини-игру Чё нам её Снова Тянуть Вот, какой-то страшный Кот На гнездо Стал день свидания Мы ещё ни разу не сели так близко Я ничего не мог с тобой поделать Волновался Я всё утвердил себе Спокойно Просто смотри кино Фильм подошёл к концу Все ушли Мы остались в зале одни Вроде бы неплохой фильм Да, мне понравился Сейчас займёмся дальше Хороший ротан неподалёку Так Смотри Давай Пойдём Китайский димсам Ладно Я не привередливая Ну мы вообще Видишь по-другому Вообще Ну вообще Пошли по-другому Он свет окрашивал её Черты серебром Я смотрел на неё И слышал Стук собственного сердца Так Мы сближались За другом Понимали друг друга Без слов Что-то ещё сказать Наверное Ничего Ну Давай ты мне нравишься Ммм Этой ночью мы влюбились В друг друга Ну что-то должно же быть Варианты-то какие Мне пора Пока А А Там что-то нажималось Тут там что-то можно было Нажимать Давайте ускорять Серьёзно Мне нужно было ещё Тыкать Мне нужно тыкать На картинки Каким-то образом Это что-то влияет Я думал Мы только диалоги Можем выбирать Ну тут Ничего не тыкается А там точно Тыкалось Что-то Вот она Жалуется Ооо Крошка Это не твоя вина И это ещё не всё Никто из коллег Не стал вмешиваться какая преданность они заслужили такой подруги хотел рассказать еще кое-что расскажи что случилось потом я с тобой малышка и еще я знаю что она может справиться с ними сама но я ее не брошу я хочу быть хорошим слушателем тем кому она может доверить что угодно быть слушателем когда вы живете вместе начинаете видеть недостатки которых не замечали парах всегда возникают проблемы либо на уступает либо я 3 не дано да когда я пришел с работы она смотрела свой любимый корейский сериал повсюду валились коробки из-под еды и прочий мусор а ты устала крошка иди отдохни я уберусь даже не должны оставаться основываться на взаимопонимание а не менять человека отношения быстро заканчиваются если между людьми нет взаимного уважения сохранять баланс так тут тоже что-то будет время быстро летит я могу что-то сделать три года прошло и вот как мы познакомим джеви есть честно сначала мне было немного неловко надо было вести себя естественно потому стали общаться в чате постепенно больше всего наше первое свидание я не знал что и думать вообще не подготовился к свиданию я думала может я тебе просто неинтересно больше в опера взялись за руки я чувствовала что такую прекрасную слова были бы вы все только испортили блин вот это косяк конечно свидание то не идеально получилось но я понял как играть слушай на наши беседы были слишком поверхностными и захотелось скажу сокровенно было хорошо ужасного прямо когда мы ссоримся не хочу извиняться 1 так и ты был прекрасным слушателем ты всегда был рядом когда мне хотелось поделиться своими проблемами мы не идеальны и рада что мы знаем как соблюдать баланс дам что единственный способ поддерживать отношения она все равно ушла так так смотри все я пройдем я жалко что не сообразил сразу весь весь смысл так смотри мы сейчас подойдем играем так как играли тут что-то двигается нет какая в этом году интересная тема до мужчина держит женщину в объятиях думаю наши игры должны быть на тему любви романтики игра о любви а мне нравится еще мне кажется в этой картине есть другое значение что-то в духе у всего есть две стороны а да прикинь мужчина держит женщину или женщина мужчину классно ага мне тоже так кажется может получиться отразить в игре тему любви будет интересно а это идея и мы можем мы еще долго обсуждали свою будущую игру но остальные члены ее команды не разделили наших восторгов идея так осталось всего лишь идеи я знал об этом уже потом с ее слов хорошее начало смотри пошло дело пошло сначала было немного неловко но мы нашли общий язык стали друзьями по переписке для своими чувствами и секретами или стал призером но все лишь что я победил мне очень повезло что мы познакомились просто не лили мы переписывайся в вичат так все сейчас мы и она будет не ругаться все все сейчас так начальник всегда так делают давай будем на ее стареем и начальники говно есть я не спорю слушай есть хорошие начальники но таких что надо поискать не смысл страдать нервы и злиться это еще не все и никто из коллег не стал вмешаться и преданность но никто не хочет злить начальника но сейчас мы тебе устроим идеальное свидание и главное не убегай и хочешь поглядь на выходных давай я выберу тебе фильм давай давай шерлок омс скотт ей это нравится а скажет идеально идем я уже одета в какую сторону смотреть так это мы тоже пропустим мы уже это проходили воспользуюсь тем что уже нашел все фильм кончается подошел концу все отлично неплохой фильм в оригинале было не так все нормально чем займемся дальше хого сычуани здорово как ты узнал что я люблю хого сычуани а вот так надо уметь пользоваться соц сетями так наверное ничего можно взять тебя за руку давай вот так воспользуем этой ночью мы влюбились друг друга но тут смотри сейчас будет тыкаться вот смотри много общались всегда говорили о вещах которые интересны нам обоим нам очень хотелось узнать и у нее что-то уши изгоню самое сердце а вот мы котейки такие милые у кошек есть целительные способности о чем гитара музыка не говорят и об этом не говорят дачу не поговоришь ага а можно что-то двинуть видеоигры это интерактивное искусство видеоиграх есть потрясающие возможности мне нужно через время нажимать сколько раз нажать чтобы об этом поговорили ребят музыка очищает душу мечтаю поиграть на гитаре у берега вот и гитара а ну мы вот котейки у нее то есть мы все нажали в целом вот картина не нажимается ну все видимо всем и мы договорили по мне пора пока пусть мы сейчас пообсуждали много с ней сего вот ругань идет можно как-то ругань эту убрать прекратить ругаться облачка не жмутся а не нужно было нажимать вот это конечно не нужно было ничего говорить это думал что они уже говорят то есть особо выбор нет она по-прежнему любила рассказания о своих повседневных проблемах мне кажется такая умная девушка должна сама разбираться этими мелочами они ее всегда расстраивают то есть мы сейчас можем двигать кошку можно а ее можем двигать нет мы можем двигать только его хорошо двигаем его ножка это не твоя вина и это еще не все никто из коллег не стал вмешиваться какая преданность они не заслужили такой подруги хотел рассказать еще кое-что расскажи что случилось потом я я с тобой малышка и еще я знаю что она поможет может справиться с ними сама я ее не брошу я хочу быть хорошим слушателем тем кому она может доверить что угодно вы еще что-нибудь сделаете обнимитесь включите телевизор цвет полете цветочек так пока ничего не надо минимум мусор когда вы живете вместе начинаете видеть недостатки которых не замечали парах всегда возникают проблемы либо она уступает либо я третьего не дано да когда я пришел с работы она смотрела свой любимый корейский сериал повсюду валялись коробки из-под еды и прочий мусор что-то мы тут можем еще нажать кроме кроме мусора я убрал устала крошка иди отдохни я уберусь отношения должны основываться на взаимопонимание а не менять человека отношение быстро заканчивается если между людьми нет взаимного уважения но это все правда агана есть царе не поспоришь вот что другое смотри это быстро летит с нашего знакомства прошло уже целых три года и я думал что какие-то медальки это не за конфетки наверное ну в как будто другое письмо как будто другое и год назад мы познакомились на геймджеме кстати я пару раз замечала как ты на меня смотрел еще до того как заговорил со мной заговорил мы можем болтать про игры целыми днями мы начали с разговора о геймджеме потом заговорили о чем-то еще а потом еще потом мы стали общаться в чате постепенно я начала общаться с тобой больше всего помнишь наше первое свидание мы посмотрели мой любимый фильм а потом ты приготовил для меня ужин в когу я и подумать не могла что ты так подготовишься это было так мило помнишь как мы в первый раз взялись за руки я чувствовала что такую прекрасную ночь слова бы все только испортили потом у нас было много времени чтобы узнать друг друга получше мы обсуждали наши общие увлечения делились всем что приходило нам в головы но наши беседы были слишком поверхностными мне всегда хотелось рассказать тебе самое сокровенное блин и нужно самая сокровенная все равно сейчас уйдет нам было хорошо вместе но мы все-таки ссорились счастью мы сюда умели прощать благодаря этим ссором и лишь лучше узнавали друг друга я надеюсь и всегда будешь таким же хорошим слушателем и ты был прекрасным слушателем ты всегда был рядом когда мне хотелось поделиться своими проблемами мы не идеальны я рада что мы знаем как соблюдать баланс знаем что это единственный способ поддерживать отношения опа я раньше никого вот так не я раньше никогда вот так не делилась своими чувствами я просто хочу чтобы тебе были важны мои чувства надеюсь наши следующие три года будут еще лучше с годовщиной тебя ну идеально основе остановись или двигайся дальше ну супер любовь расстояние вас зовут стэн и вы родились в небольшом городке на юге ваш отец был владельцем единственной электро ремонтной мастерской в округе вашем детстве почти ни у кого в городе не было большого телевизора поэтому многие дети собрались у вашего дома и смотрели мультики по телевизору вашего папы сегодня среди них новенькая по одежде вы поняли что народом из крупного города пока все остальные были прикованы к экрану она сидела в одиночестве рядом с радио и слушала музыку вы же вы узнали что такую музыку называют классической вам было грустно видеть ее такой одинокой мы его можем двинуть только на нее нажимать нажимать можно да и не хочешь посмотреть мультики нет мне больше нравится музыка все это время она она не сводила глаз радио ну и чудила пойду смотреть мультики ну ее нет нифига иди к ней ну так же интересней я стэн а тебя как зовут грейс меня зовут грейс позже узнали что родители грейс учителя и совсем недавно сюда переехали они поселились в соседнем доме буквально несколько дней назад вскоре между вами и грейс завязалась крепкая дружба выходили в ту же школу вместе приходили на уроки и вместе шли домой рядом со школой была лавка с жареными сосисками куда часто выстраивалась целая очередь голодных учеников вы вы заходили туда каждый день а вот она их кажется совсем не любила куда мою мышку поехал а все нормально пожалуйста ваш сосиска я пока никого не могу нажимать чё куда за сосиской уже поздно я домой я не торгуюсь нет не уходи домой смысле что-то нужно было сделать эти отвечают что-то нужно было сделать свинка свинка грустная свинка почему ты грустишь почему свинка грустит а все-таки пожалуйста ваш сосиска что-то нужно было сделать блин я не понимаю но ей нравится музыка мы же нажимали на музыку и не нравятся сосиски дайте мне время потыкать на все я не торгуюсь все и она уходит что происходит также хорошо начинаем не жмем на свинку она все равно грустная поехала мышка видишь видишь что делает что пожалуйста ваш сосиска что что мне нужно сделать и не раньше не тыкается он не торгуется и и она уходит давай нажмем на парня давай просто уже поздно я домой но он ее бросил тварь куда ты ушел вернись вскоре родители купили и настоящая пианино с тех пор она редко гуляла с вами даже по выходным она почти всегда уходила домой сразу после занятий играть на своем пианино и вот мало-помалу вы с грейс отдалились теперь о вашей дружбе напоминала лишь музыка которая доносилась из соседского дворика этот звук сопровождал вас все лето ой вон мне грустит конечно взял и бросил мне пора они сами двигаются да а я на них тоже нажимать окей идите 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 в одну мелодию собирайтесь что это и вдруг музыка она всегда стихла позже вы узнали что семья грейс переехала обратно в свой город вы больше никогда с ней не встречались как тихо и грустно стало сегодня вам снилась девочка девочка которая была вам очень близка вы не знали почему она всегда казалась вам особенной иногда вы задумывались как бы все сложилось если бы вы с ней остались вместе порой кажется что эти мысли вызывают положительные эмоции лишь из-за времени и расстояния а на самом деле она не такая уж и особенная время шло и вы думали о ней все меньше и меньше что-то можно нажать а он убирается возможно вы вдруг задумались об этом лишь потому что случайно нашли то старое радио когда прибрать прибирались в комнате пора ложиться спать завтра свадьба и у него свадьба почему не на грейс потому что он ей сосиску не купил далекое воспоминание начало встречи путь домой подарок музыка воспоминания о любовь расследование наверное была хорошая концовка да нет это грустная концовка была я дома да сегодня поздно иди в душ я пока приготовлю ужин хорошо воу что это мы с мужем жената уже три года свежесть брака давно смылась рутиной обыденности большую часть времени каждый из нас тратит на карьеру порой мы даже не можем поужинать вместе вот размышляла она играя в игру на своем телефоне я еще хочу поиграть а чё проиграли не прошли зазвонил телефон ее мужа а расследование это расследование мы взяли телефон вызов завершен мэри пропущенный вызов мэри новое сообщение номер новое сообщение а посмотрим это сообщение или нет а видимо выбора то не дано а ты умеешь выбирать подарки и спасибо что подвез до дома где ватные палочки а это что такое я я принесу спросить его промолчать конечно спросить что за дела это это мой клиент чё ты мне тут лапшу на уши вешаешь спустя несколько дней ей не удалось найти ничего странного про своего мужа она не сказала ему о сообщениях но ей всегда казалось что он что-то скрывает ее муж пошел на работу выходной она решила поискать дома какие-нибудь зацепки ха ха неплохо прикольно холодильник обычно им не хватает времени чтобы готовить дома в холодильнике только немного фруктов и напитки пять восемь четыре давно у нас эта тарелка пять восемь четыре чтобы это могло значить напитки морозилка не открывается как выйти закрыли опять он не убрал за котом перед тем как принести кота он пообещал что мы будем ухаживать за ним вместе но в итоге им занимаюсь только я подумала она убирать за котом ну хотя бы за котом убралась чистый кошачий туалет это хорошо что он чистый и кошачий выход я зря это сделал нет не зря вернись обратно тут прям слушать что-то вот второе я вообще не понял что там за история x fox play playstation ninji гоку свич он не транжира но на игры тратит много но нам но наше время это считается безобидным хобби подумала она сыгнув на консоли что тут еще может быть в последнее время он очень много ввозился с этой коробкой когда у него выдавалась минутка на фигуру не похоже что это на фигурку а а у нас есть а 584 5 8 4 это же тарелка она круглая все правильно она сохранится сохранится супер мой любимый тканевый диван но его пода подрал наш кот брюшко я не хотела заводить кота потому что думала что он расторапает диван в щепки я ошибалась кому какое дело до дивана когда есть котик сказала она себе так много курьерских посылок думаю в последнее время он покупал больше вещей чем я взгляну-ка что это ключ тут еще какие-то гирлянды и прочий бардак он точно что-то от меня скрывает может он хочет тебе сделать подарок ничего особенного фотографии с медового месяца с нашего последнего отпуска прошло уже три года она вздохнула сегодня мне не нужно на работу приготовлю еду вечером так это ты про всю кухню говоришь да ну получается что нам только только туда сейчас мы выясним что за дела ушел он в выходной на работу ты что мусорное ведро в ней нет ничего полезного наверное в ней в ведре так это не тыкается в сумке лежит брендовая юбка не помню чтобы я ее покупала ну так это он тебе наверное подарок взял и это не открывается окей выходим 201 кому не странная коробка треугольник ну это вроде 201 а у меня ключик был коробки пусто но номер 201 если я правильно запомнил коробка а треугольник а пропустил 201 пойдем дальше или это ключ не от этого а чего ключ странный ключ 584 что бы это могло значить так у нас только коробка вот так что то мы можем в окно цветочки картины кажется ей было страннее до того как вышла замуж а тот кто стоит рядом вообще на пару размеров поправился она невольно потрогала свой живот котик брюшко снова спит на нашей кровати ой он такой милый а мы не будем ложиться спать я уже миллион раз говорила ему не разбрасывать грязные вещи о прибрались набор губной помады он купил его когда мы поженились но моя любимая потерялась во время медового месяца а это я понял вот это что сейчас мне не нужно ванную а в стирку кто будет бросать все я вижу там ключ висит сумка вот тут у нас что надо же вещи в стирку кинуть а вот стирка вещи высохли верну их на место полить все равно не помешает полили я их уже поливала я сегодня еще не стирала вот пожалуйста грязные вещи пахнут отвратительно мне все равно нужно заняться стиркой я стиральной машине что-то прилипло она сняла маленькую карточку прилипшую к стиральной машине 314 карточка которая прилипла к стиральной машине 314 что бы это могло значить больше ничего нет да стиральная машина все еще работает так значит мы идем смотреть сейчас в шкаф положим вещи в шкаф вот так королева королевская домохозяйка я убрал вещи какой я молодец так 314 квадратный пойдем сейчас мы все выясним 300 14 ну открыли что там ну-ка господи что это что происходит что за загадочки ахаха так а еще открыл а это прям что-то это прям что-то необычное ахаха а тут коробочка внутри лежит счастливой годовщины пожалуйста положи свой подарок сюда счастливой годовщины так вот что он от меня прятал надо положить все как было пока он не вернулся нет надо было взять что там лежало там что-то лежало несколько дней спустя так темно и свет не включается а я знаю что будет сегодня ха-ха воу красиво а и что за полосочки что это думаю это лучше оставить что так думаю что лучше оставить ну раз думает что лучше оставить оставим а так против вот тут вот тут вот тут а так секунду откуда начинать путь то нам надо подожди здесь так темно здесь слишком темно так подожди тогда возвращаемся обратно нам надо подарочки забрать как это без подарочков так он зашел мы идем по синий идем по синий ну наверное да типа мы пришли домой и увидели вот это вот все вот залезли вот сюда шкаф вот письмо в записке сказано самое красивое платье для самой красивой жены так но наверное нам нужно его надеть нет потом вот сюда заперто так а где нам ключ найти а где мы тогда взяли ключ мы ключ взяли вон там а она все назад опять положила эти банки ха-ха-ха i love you в записке сказано дорогая жена для начала полакомись своим любимым чизкейком и не скромничай муж маленькая подпись не забудь взять с собой подсказку да мой любимый чизкейк флажок на чизкейке кажется мне знакомым вкуснятинка как и всегда вкуснятина ключ понятно ага есть да что я пропустил а где-то кое кто начал ухаживать за котом прекрасно один раз убрался какой молодец посмотри это наш ужин выглядит аппетитно где удивительно что никакого ужина то и не вижу похоже на нашем диване новая ткань замечательно но это пока не трогаем окей это будет в конце теперь идем сюда у нас есть ключ все мы идем по пути я просто вижу точки на полу а не сообразил что на холодильнике тоже есть точка ага открыли ручка какая ручка в записке сказано дорогая жена пожалуйста возьми эту волшебную ручку с собой аааа ого помада которую я потеряла рядом лежит карточка я попросил свою подругу купить ее тебе она угадала с цветом брюшка снова спит на нашей кровати такой милашка так ого помада которую потеряла хорошо закрыта изнутри притворюсь будто не знаю что внутри но там ты говорила что ванна я помню мы идем сюда так здесь так темно идем вот сюда снова на записке а слова на записке едва можно раздеть под моргающим огоньком на бумажке написано соединить сердца с помощью ручки муж наверное это про волшебную ручку думаю мне не мне просто нужно соединить эти два сердца а а а хорошо у нас же ручка активно соединил легко потом идем ой красиво ого что когда зажегся свет она потеряла дар речи вот это да что за квадратик да я представляю сколько на это уходит энергии она должна быть где-то тут то а а а это карточка а мы взяли карточку а а миниатюрная рождественская елка а а подарочек о это ожерелье подарок для меня какое ожерелье ожерелье на подвеске что-то выгравленное но я не могу разглядеть слишком мелко нам еще лупу искать походу ручка с серебряными проводящими чернилами для чего она но мы уже выяснили чего она так зеленая идем по зеленой теперь зеленый вроде сразу уходит туда да зеленый сразу уходит сюда мы идем значит коробки коробки так 5 8 4 да ой да господи что такое 5 8 8 4 блин я тут забыл почему же он не записал а сюда 201 окей она слишком долго идет до коробки 201 я помню и что еще 314 супер давай отворяй мы тут все загадки уже знаем опа подожди ой красиво мы вместе катались на лыжах рядом с тобой я совсем не чувствовала холода а фото с выпускного когда мы переехали сюда то решили собрать всю мебель сами чтобы сэкономить деньги наша первая рыбалка ты сказал что добудешь нам бесплатный обед но мы так ничего и не поймали мне нравится это фото мы сделали его когда как-то раз решили отправиться в поход на выходных на прошлую годовщину мы пошли в дорогущий ресторан я чуть в омурок не упала когда принесли счет вот вышли прям вот так я помню мы уже это открывали мы проверяли ему нравятся видеоигры иногда мы играем вместе когда я только начало готовить сама но теперь я отличный повар день когда мы подобрали брюшко когда он был таким маленьким премьера шерлока холм скотта я очень люблю этот фильм свадебные фотографии тогда я слишком нервничала и плохо получилось звездное небо во время путешествия какая красота давай последнюю коробочку счастливой годовщиной пожалуйста положи сюда свой подарок думаю мне не стоит надеть а мне стоит надеть подарок а что это такое вообще вот так а думаю ой а это фонарик думаю мне стоит надеть подарок ого он наконец-то пришел ее глаза уже слезились от счастья он вытер слезы с ее лица они обнялись как он предугадал зашел в нужный момент это очень сложно на самом деле не так легко как кажется они наслаждались ужином при свечах которые он приготовил я самый счастливый человек на земле подумал она за ужином как жаль что я заранее об этом узнала вот так запоминай тема то интересная используй давай возьмем кто там опять давай ответим я хочу ему верить должен быть другой выбор а ну не не бери я совсем понимаю что ты от меня хочешь оп это а я хочу ему верить должен быть другой выбор какой другой выбор положить телефон обратно а я уж я не знаю куда мне нажать посади ему телефон не отвечай или или ответь возьми книгу почитай салфетку яблочко скушай что-нибудь сделай что сделает зачем я нажал на этот телефон да нет другого выбора у тебя нету всего два выбора я не могу его сдвинуть ничего не могу сделать не 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 как не книгу сдвинуть не яблочко сдвинуть не салфетку не мячик еще не двигается алё интересно надо было нажать на эту маленькую сбоку она просто заблокировала телефон решила что им нужно верить потому что он ее любит вот так вот дело закрыто вот такое получилось у нас прохождение да не совсем понятно с вот этим что произошло там наверно тоже можно как-то все красиво закончить если бы она сосисочку съела или поиграла на пианино на рынке но как поиграли как поиграли но игра в целом довольно интересная а самое главное тему сегодняшнего дня надеюсь тебе понравилось это видео ты подчеркнул много полезного и интересного из этой игры подписывайся на канал оставляй лайк и комментарий делись этим роликом с друзьями ставь колокольчик чтобы не пропустить новые видео увидимся всего